МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шапсуги – малочисленный народ, и живут они на Черноморском побережье Кавказа. Самые шапсуги говорят, что, по легенде, в этих местах когда-то жили вместе великаны и маленькие люди. Для маленьких людей великане построили домики. Знаменитые дольмены и есть эти домики. Очень оригинальное объяснение, конечно. Здравствуйте, я Пьер Кристиан Браше. Сегодня мы говорим о шапсугах. Шапсуг – это счастливый народ, который живет, вы знаете, где? В Сочи. У нас сегодня в гостях Абнета Хушт. Она старший научный сотрудник музея истории города-курорта Сочи. Абнета, добрый день. У нас первый раз человек, который из города-курорта Сочи. Я думаю, что действительно такой народ необыкновенный. Шапсуги, прежде всего, это автохтонное население при Черноморье, в данном случае города Сочи, Туапсинского района. Это Краснодарский край. Шапсуги – это субэтническая группа адыгов. И история, культура связана, естественно, с этногенезом, с культурой, с историей, с судьбой исторической, с этим народом. Давайте посмотрим наш первый сюжет. Давай. Шапсуги Шапсуги были самой многочисленной из всех этнических групп, живущих на побережье Черного моря. В силу исторических событий численность этих исконных местных жителей значительно сократилась. По сведениям наблюдателей 1834-1838 годов, число шапсугов Черноморского побережья составляло 300 тысяч человек. Ныне же их численность не достигает и 9 тысяч. В двух районах Краснодарского края, Туапсинском и Лазаревском, расположено 12 шапсугских аулов. Так уж сложилось, что шапсуги, по-прежнему находясь на своей исторической родине, сегодня оказались вне пределов республики Адыгия. Значит, в Сочи, которое является такое туристическое место, есть дольмени, которые являются домиками для маленьких людей. Карлик. И вот эти маленькие карлики, они были настолько хитрые, настолько злые, но умные тоже, что они залезали в уши, в желудок этим великанам, щекотали их и заставляли их строить для себя эти сооружения, которые... Да, эти дольмены, в литературе они названы дольмены, это постройки в адыгской культуре, в шапсугской культуре. Шапсуги их называют спеун. Спеун буквально переводится как дома карликов. Спе – это карлик, уне – это дом. Шапсуги их так называют. А это специфика шапсугов или у адыгев такие же легенды? Это общая адыгская легенда. И карлики, и великаны, и еныжи их называют на адыгском языке, эта легенда существует там, где существует эта культура, дольменная культура, очень древняя археологическая культура, которая датируется третьим, вторым тысячелетиям до нашей эры. И, конечно же, по повелению этих маленьких карликов, эти огромные еныжи, великаны, то бишь, закрывали и открывали эти сооружения. Вы видели, наверняка там есть отверстия круглые, порталы такие, огромными пробками, также сделанными из камня песчаника, как и весь дальмен. И в легенде упоминается даже, значит, что карлики вместо лошадей имели зайцев, то есть они ездили на зайцах, но на них были обязательно кольчужная рубаха, лук со стрелами, то есть такие воинственные карлики. Вот умные и немного злые, которые вот заставляли этих огромных, но добродушных еныжей, в данном случае еныжи у нас добродушные в легенде, они строили эти сооружения для этих сооружений. Но это, естественно, легенда, это легенда. А эти легенды, которые все знают? Да. Значит, 4-5 тысяч лет назад вот строят эти домики, это было для чего вообще? Что это, в конце концов, кроме легенд? Кроме легенды, это, конечно же, погребально-ритуальные сооружения. В них делались захоронения, вот, и, конечно же, останки захоронения были найдены. Я почему на это уделяю внимание, потому что есть версии, что нет в них захоронений, их не делали, были, их находили, они есть, естественно. Здесь огромная обрядность, очень сложные обряды были. Хоронили в них, естественно, не всех подряд, а какую-то жреческую касту, которые по древним представлениям должны были переродиться в другом, ином мире и обеспечить нам, вот, живым в этом мире, хорошую жизнь, существование. А таких сколько дольменов в этом районе? На территории нашего города? Да. На территории нашего города очень много дольменов, обнаруженных уже более 250-300. Помимо того, есть еще не обнаруженные, то есть произошел оползень, какая-то часть дольмена обнажилась, съехала и так далее. Очень много их у нас. А шапсуки считают, что там в это время жили их предки? Нет. Они делают какой-то связь, как у альтайцев, которые говорят, что... Значит, о том, что это предки делали, свидетельствует еще то, что до сих пор они почитаемы. И очень интересный обряд в 1930 году зафиксировал этнограф Лавров, который описывает, как приходили на эти сооружения женщины с обрядовой пищей. То есть кормила духов. Это говорит о том, что культурная преемственность не сохраняется. Но так вот говорить, что какие-то особые ритуалы сейчас у современных шапсугов есть по отношению к этим сооружениям, это, конечно, нет. Но тем не менее, в 1930-х годах зафиксировали... Да, в 1930-х годах это было зафиксировано. Несмотря на то, что ислам появится достаточно давно в этом регионе. Ислам появляется в этом районе не так давно. Ислам принимают в шапсуге. Адыги, конечно же, чуть раньше остальные адыги. Мы говорили, что шапсуге – это часть адыгов, да, субъектническая группа. Скажем, адыги на северном склоне Кавказского хребта, они раньше принимают ислам. Шапсуге же ислам принимают только в 30-х годах, 19-го века. В 1830-х годах. Это не столь давнее время. А адыги? Адыги в разные... Если, скажем, взять кабардинцев, они тоже адыги. Они принимают, конечно, раньше. Они контактировали, так сказать, и вынуждены были, или добровольно принять эту культуру в 18-м веке. В своих религиозных воззрениях адыги, как и все другие народы, прошли прежде всего через язычество. Это была эпоха, когда за тем или иным явлением живой или неживой природы видели своих покровителей – языческих богов. Прошли адыги и через период христианизации и исламизации. Между тем, удивительно, но факт, ни одна религия в одну эпоху становления и развития адыгов не стала доминирующей в сознании и образе жизни народа. По той причине, что изначально в процессе стихийно-материалистического освоения окружающей действительности адыги выработали и свое объяснение мира, и свой морально-этический кодекс. И в этом заключалась их самодостаточность, ориентация не на потусторонний мир, а на достойное существование на этой земле. Мы знаем, что есть достаточно большая эмиграция в адыги по всему миру. И там же шапсуги? И там же шапсуги. Там же шапсуги, например, в Израиле есть абсолютно шапсугские два населенных пункта, огромных, больших, и, что очень удивительно, язык совершенно современный шапсугский, так скажем, типажи совершенно шапсугские. И, что интересно, значит, они понимают, они знают, что они шапсуги, но ни современные шапсуги в шапсуге, ни диаспора, они не выделяют себя отдельно, так скажем, как вот мы шапсуги и больше никто. Нет, у нас существует два самоназвания. Это адыги, и второе самоназвание – это шапсуги. А вообще по фамилии можно узнать, по фамилии человека можно узнать, если он шапсуг или нет? Ну, практически можно. Практически можно. Есть определенные такие… Не то, что определенные, а есть шапсугские фамилии, то есть те фамилии, которые характерны были для шапсуга, для этого региона, для этой зоны, так скажем. А как, например, есть какие-то известные такие семьи, которые шапсугские? Известные семьи шапсугские или фамилии? Фамилии, фамилии. Но сейчас фамилии, которые существуют в наших поселениях – это Коблевы, Гвашевы, Кобж, Хушт, Ниба, Схаба. Вот такие вот фамилии. Таким образом вы нам рассказывали, что вы сама… Сама Хушт, и я шапсуженка, да. Вот вы нам привезли прекрасный такой объект с орехами, о котором… Значит, орехи, ореховый флаг и вариант из, значит, конфет. Вот флаги из орехов фундука, их делали большое количество. Их делали на свадьбу. Это атрибут свадебного торжества. И прежде чем сказать, для чего их делали, я скажу, что адыгская культура вообще держится на трех китах. Это почитание гостя, почитание старшего человека и почитание женщины. Вот три кита, вокруг которых строится вся остальная культура. То есть это три оси, на которые нанизывается поведенческая культура и все остальное. И вот эти флаги, они, во-первых, их приносили на свадебное мероприятие, на свадебное торжество гости, родственники. Их приносили, и их было до трехсот, до четырехсот штук. Они и сейчас, до трехсот, до четырехсот штук. Их раздаривали гостям. Гость, который пребывал на свадьбу, получал в знак благодарности эти предметы, эти атрибуты. Таким образом, хозяин торжества благодарил за посещение. Адыги придавали большое значение заключению брака. В основном молодые люди вступали в брак по взаимному согласию и одобрению сторон девушки и парня. Чаще всего молодые знакомились на свадьбах во время празднования весеннего равноденствия, когда адыги отмечали Новый год. Через друзей и доверенных лиц молодой человек узнавал чувства девушки и тогда уже посылал сватов. У адыгов женить бы на родственнице, даже если она дальняя, считалось большим позором и тягчайшим грехом. Когда девушка достигала брачного возраста, в родительском доме ей отводилась специальная комната, где она могла встречать молодых людей в присутствии младшего брата или сестры. Она выбирала того, кто ей больше нравился. До сих пор у нас считается, что свадьба совершилась хорошей, если на свадебных мероприятиях, торжествах было очень большое количество людей. То есть, получая этот обрядовый флаг из орехов фундука, гость понимал, что его отблагодарили. Он не ушел незамеченным. Во всех вообще древних культурах все обильно плодоносящие деревья являются символами изобилия и благополучия. Вот именно с таким... А они все вот такие, да? Да. Как сетка? Да. Вот те флаги, которые раздаются гостям, вот именно такой формы. У нас их три варианта из орехов фундука. Это вот гостевой вариант. Есть трость, которая вручается... Трость делается в единственном экземпляре. Трость вручается распорядителю свадебного торжества. И вот все участники этих мероприятий, они понимают, что он уполномочен хозяином торжества. И по мановению этого человека, этой тростью, свадьба начинается или приостанавливается. Начинаются следующие обряды и так далее. Третий вариант. Жезл. Тоже делают из ореха фундука. Да, он очень сложный, очень массивный такой, очень дорогой получается, да? Жезл. Но он очень важный жезл. Этот жезл тоже выполняется в единственном экземпляре. И вручается этот жезл старшему гостю. Культ женщины. Третий культ. Она выбирается тайным голосованием. Очень удивительно. У присутствующих стариков, которые сейчас в европейских костюмах, одеяниях, но обязательно в головных уборах, папахах, джигуаку. То есть распорядитель свадебного торжества берет у них, просит у них головной убор к папаху. И вот эту номинированную красавицу, мистер Ржества, на нее надевают головной мужской убор к папаху. Да. Это очень важный момент. Это идет уравнивание статусов мужского и женского. Если уйти в археологию, есть такие находки, когда в женское погребение укладывали мужские предметы. Тот же кинжал или саблю, то есть атрибутику мужскую. То есть это говорит о том, что уравнивается статус этого человека. Этот статус один день во время свадьбы и потом статус уже... Этот статус, он существует, я называла три культа, да? Но этот статус подчеркивается в этот момент для того, чтобы произвести обрядово-ритуальный танец, круговой Уджхурай. Этим танцем, который выполняется во главе этого полукруга, который идет по кругу, стоит старший гость. Удь, пащ его называют, псошадах называют, рядом стоящий в головном мужском уборе. И вот эта пара, они завершают все мероприятия свадебного торжества. И вот до сих пор шапсуги обязательно танцуют последним танец Уджхурай. А человек, он не тамада, это намного сильнее и важнее, чем... У него функция намного сильнее. И функция намного сильнее. Сильнее почему? Потому что он является посредником, посредником между богами. То есть мы же просим, мы просим ввести эту молодую пару в социум, в новом положении, так сказать, в благополучии. И вот этот, значит, старик, гость, самый старший гость, он как раз-таки и является проводником этой идеи до верхних божественных сил. Поэтому это, конечно же, очень важный момент. Он очень интересный, он очень красочный. И в этом танце сплетаются три культа воедино. Это очень сильно, это мощный эффект выдает. Давайте посмотрим на следующий сведения. Важное ключевое место в воспитании занимал институт отолычества. Отолыком называли человека, воспитавшего чужого ребенка в своей семье, чтобы породниться семьями. Он получал все права кровного родства. Не только семейство отолыка становилось родным своему воспитаннику, но часто жители целого селения, общества или народа считали себя отолыками воспитанного ребенка. Вот у нас история о том, что был обмен мальчиков, что мальчик привезли в другую семью и так далее. Это тоже связано не с этим обрядом, а с обрядом как раз мужества? Это очень известный в адыгской культуре католичество, когда детей действительно давали на воспитание. А почему? Во-первых... Вы считали, что это лучше у соседа? Нет. Понимаете, ребенок не получал того из нежного воспитания, которое могла дать, скажем, мать или другие родственники. Это, конечно же, на бытовом уровне. Но этот акт отолычества, он имел еще и политическую подоплеку, и социальную подоплеку. Принято было отдавать детей на ранг ниже сословия. Тот же дворянин, тот же княжич, он мог выполнять все физические нагрузки, которые были характерны для сословий ниже стоящих людей. То есть это уравнивание... А наоборот тоже? Нет. Только ниже? Только ниже. Детей отдавали только ниже. Выше, возможно, тоже были, но это нечасто практиковалось. Только мальчики? Девочки тоже. Но девочки очень редко. Ур их называли, значит, этих детей, которых отдавали. И мальчик по возвращению обязательно должен был владеть в совершенстве оружием, управлять конем, быть выносливым. То есть практически он возвращался, пройдя все эти инициации, так сказать. И, естественно, в момент возвращения они все это демонстрируют. Устраивались огромные праздники, мероприятия, где он должен был продемонстрировать эти умения тоже. Но это не связано с обрядами инициации или связано? Оталычество? Нет, это не связано с обрядами инициации. Это другая история, она имеет и политическую подоплеку. Очень часто было, что, скажем, те же крымские татары детей могли отдать на воспитание к адыгам, или же адыги, значит, отдавали детей, кабардинцы могли принять бжедухского ребенка, или же убыхи могли принять шапсугского ребенка, так же, как и шапсуги могли принять убыхского ребенка на воспитание и так далее. А талык, то есть воспитатель, он становился вторым отцом. И связь эта, конечно же, она приравнивалась к кровному родству. Хотя это не кровное родство, но оно по статусу приравнивалось. И, естественно, воспитанник уже всю жизнь, он был привязан к семье своего воспитателя. Я удивляюсь, как народ, который живет прямо на пляже, скажем так, не может иметь отношение с морем? Или есть отношение к морю? Есть. Известные корабли, которые описаны в этнографической литературе. Монпере очень много пишет о кораблях, и Страбон пишет о кораблях. Они были небольшие, от 20 до 60 человек помещали грибцов. Ближе к XIX веку упоминаются и до 120 человек. Но, действительно, шапсуги и адыги не имели флотилий, так скажем. Но по упоминаниям, они в условленное время, за очень быстрые сроки, могли собрать до 40 кораблей небольших. Но они не известны как рыболовы или как промысла там не было. Знаете, когда первый раз я поехал в Сочи, мне сказали, ой, Сочи, это русский Сан-Тропе. Но я пришел, а в Сан-Тропе я привык, что есть для тех, которые просто каждый день ездят и новые рыбы. Здесь нет такого. У нас занимались рыболовством и торговали рыбой. И все рыбы, и морские, и речные, они имеют аналогичное название на шапсугском языке. Но дело в том, что в современной шапсуге, они, да, они не употребляют морскую рыбу в пищу, в еду. Такого нет, да? Не употребляют они не потому, что традиционно не употребляли. А после завершения Кавказской войны, когда, значит, очень много было вывезено и очень много погибло, и эти трупы, как писали источники, плавали на поверхности, так сказать, моря, и их поедали рыбой. Они просто приняли такое решение больше не есть эту рыбу. Рыбу не подавали гостю. Никогда. Рыбой житель нижнего мира. Все, что ниже уровня. Так же, как и зайцы, имеют символику мифологическую, так и рыбу. Поэтому источники не пишут, что нам подавали рыбу, и мы ели рыбу. Но сами внутри семьи рыбу ели. Исторически сейчас другое дело, вот после этих событий, о которых я говорила, ее не едят в таком контексте. Сыр, естественно, сыр, он знаменитый адыгский сыр, он очень действительно полезный. Основу пищи составляли хлебные злаки, естественно, и мясомолочные продукты. Конечно, очень большое место занимали орехи, фрукты, мед. Это безусловно. То есть земледелие очень развито? Земледелие до середины 19 века было настолько развито, что англичанин Лангворд, который пребывал в Шапсуге, он все время в своем дневнике пишет, что как мне напоминают эти поля, юкширские сельскохозяйственные поля, он писал. Другие путешественники, они тоже пишут, что вышли на палубу, и когда они увидели эти возделанные горные местности, они тоже приходили в недоумение. Это сейчас мы привыкли видеть все эти склоны в лесах. Раньше лес был искусственный почти что, и находился очень высоко от берега, очень далеко. Потому что вся эта территория, она обрабатывалась, она засевалась. Если склоны были очень ответственные, делались террасные поля и выращивали все зерновые культуры, которые мы с вами сейчас можем назвать. И просы, и пшеницу, и рожи, и очми, и пол, все это выращивалось. Ну и все, кто были в Сочи, помните вот эти фрукты, давайте у нас есть как раз сюжет об этом тоже. Народ этот очень трудолюбивый, адыги, черкесы. Трудолюбивые и в сельском хозяйстве, и животноводством занимались, но славились также и садоводством. Вылетены были очень многие сорта, груш, яблок, слив, айвы, которые выживали в этих кавказских условиях. Ну вот, действительно, новые сорта груш, слив. Да, садоводство – это, опять же, традиционное, очень древнее занятие. И садоводство было на очень высоком уровне развития. И, конечно же, из-за того, что делались прививки и обкультуривались все дикорастущие плодовые деревья, выводились таким образом новые сорта всех плодовых деревьев. Яблоки, груши, слива. И практически каждое поселение имело своих, так скажем, локальных коренные сорта, так скажем, тоже сливы того же яблока или так далее. Есть, например, сорт кичмайская слива или кичмайская яблока. Дело в том, что садоводством приучали заниматься с раннего детства. Детей обучали делать прививки. И каждый мужчина, который выходил в дорогу по делам, он при себе всегда имел прививочный нож и прививочный материал. А если он по дороге встречал дикорастущее плодовое, скажем, дерево, тоже дичку, яблоко или грушу, да, он обязательно должен был привить. Поэтому, как говорят исследования начала XX века, конца XIX века, в лесах практически росли плодовые сады. Или же одиночно растущее плодовое дерево, оккультуренное. Это традиция была такая. Спасибо большое. Прекрасно. Прекрасно. А мне-то сегодня нам рассказывали о шапсугах. Это корень народ Сочи. А если летом вы будете в Сочи, не забывайте, что живут вокруг шапсуги, что в деревнях можно увидеть прекрасный крупный вино и вообще прекрасную культуру. А у вас скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин